Вход Господень в Иерусалим Вход Господень в Иерусалим – один из 12 главных праздников Православной Церкви. Он еще называется праздником Ваи, то есть ветви, или цветоносной неделей. Исторически этот праздник связан с тем, что по образу того, как Христа встречали в Иерусалиме, постилая одежды и срезая ветви пальмовые, кладя перед его осликом, на котором он ехал, исторически эти пальмы также всегда приносили с собой в храм христиан на Востоке. Но у нас, в наших широтах, пальмы не растут, поэтому у нас использовали другие ветви, ветви вербы. Поэтому оно в нашей традиции, в русской, называется вербное воскресенье. Вербное воскресенье и Пасха совершаются у нас, как правило, в ранний весенний период. Это такое время, когда единственным растением, которое проявляет признаки жизни, является верба. И, наверное, здесь есть элемент возрождающейся жизни. После зимы все вновь распускается, и верба – первая свидетельница этого возрождения. На праздник прихожане приносят веточки вербы в храм, освящают их, несут домой, чтобы поставить перед иконой. Этот праздник, вход Господний в Иерусалим, для меня это очень важный праздник, потому что дальше мы уже встречаем воскресшего Христа. Будет воскресенье Христово, а сейчас он торжественно входит в Иерусалим. Уже на следующий день после торжественной встречи Спасителя начинаются скорбные дни, ныне называемые Страстной Седмицей. Хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы эта неделя была у людей свободна от всяких житейских, по возможности, таких дел. То есть какие-то сложные мероприятия, связанные с житейскими нуждами, лучше не начинать в этой неделе, лучше в этой неделе посвятить Богу. В течение этой недели перед Пасхой, соблюдая особые традиции, православные как бы пытаются пройти путь Христа, с особым трепетом вспоминая о его страданиях, готовятся отпраздновать его воскресенье. Елена Бабина, Алексей Иванов, Евгений Садовский, Видное ТВ